Сообщают нашим подписчикам. Ну что, друзья, у нас прямой эфир, хотя я думаю, что вообще 30 декабря самое время варить овощи для салата оливье. Будем варить. И ещё, думаю, это будем варить, но просто вот отвлекать людей вот в это благословенное время подготовки к новогодним праздникам. И всё-таки мы решились, потому что столько было запросов на то, чтобы мы повторили успех нашего прошлого выхода в эфир. Янина Зверева, и сегодня мамы на час, я говорю, это с особой гордостью, потому что сегодня я реально просто вот мама. Потому что моя дочь, с которой мы однажды так вот через телемост, можно сказать, общались, когда Нелли была в Голландии, наконец приехала к нам, и мы встретились после двух лет разлуки. Это было непросто. Нам пришлось очень долго доказывать голландскому правительству наше родство. Ну, ещё потому что у тебя фамилия первого мужа, ребёнок у тебя от второго мужа, и всё надо кругом доказать. А я тоже выходила замуж с одной фамилией, теперь живу с другой фамилией, вернула себе фамилию девичью. Поэтому там ужас. Наш великий профессор, конечно, всё превозмог, и в результате есть приглашение. И Нелли Пиоли у нас сейчас здесь, в Нижнем Новгороде, в нашем новом доме. И это первый эфир из моего нового дома. И первые наши гости родные, которые у нас здесь побывали в новом доме. Тема у нас сегодня очень сложная, совершенно не новогодняя. Но почему-то вот кто-то предложил, а мне понравилось, чему мы будем учиться и чему мы будем учить... Ты профессор, я почти что тоже. Чему мы будем учить и детей, и наших взрослых учеников в наступающем 2002 году? Какие вызовы нам готовит этот год? Ну и к тому же очень много личных вопросов в основном, Нелли. Поэтому я как модератор, а ты просто отвечай покороче. Давайте мы вам пообещаем, что мы закончим в 20.45, учитывая как раз все наши хлопоты и то, что надо выспаться перед завтрашним днём. Договорились? Договорились. Ну тогда поехали. В этот раз мы не ждали вопросов, в этот раз мы ждали ответов. Потому что чему мы будем учиться и чему хотим учить, люди отвечали. И вот здесь такие ответы. Ты видела эти ответы? Да-да-да. Тебе какой понравился? Мне очень много понравилось, но я заметила, что многие пишут о том, чтобы научиться заботиться о себе и научиться любви к себе и научиться просить себя и заботиться о себе больше, чем о семье. Вот эта тема как-то повторяется во многих ответах. Кстати, добрый вечер всем. Я очень рада вас всех видеть снова. Для меня большая честь выступать в мамином канале. И для нас большая честь принимать тебя в канаре «Мама на час». И я должна просто прочитать вам. Вот о чём мечтают люди, о чём они хотят научиться в наступающем 2022. Научиться заботиться о себе в первую очередь, верить в сына, поддерживать его без нотации и гундежа. Он вступает в пубертат. Научиться торговать. Играть на пианино 15 красивых произведений, 9 грустных и 6 весёлых. Видишь, какое сочетание? Мне очень понравилась пропорция грустных и весёлых. А почему она тебе понравилась? Я бы сказала, 9 весёлых и 6 грустных. Потому что грусть, она же тоже красивая. Это тоже часть жизни. Совершенно не обязательно быть всё время всем весёлыми. И даже вот, например, был один из ответов, нет, это был один из вопросов для эфира, был, как вот отпустить детей и не грустить. Ну а почему не грустить? В грусти тоже есть очень много светлого, красивого. Она делает жизнь богаче, глубже. И поэтому, и на самом деле, и грустные мелодии на пианино проникают в душу, наверное, гораздо сильнее, чем весёлые. Наверное, поэтому они часто просто красивее, на самом деле. Поэтому я согласна. Я бы, может, даже сделала 10 грустных и 5 весёлых. Ну я хотя бы пополам, мне уж очень трудно грустить. Но все разные, и в этом тоже красота. Да, верно. Но очень хороший ответ в любом случае. Вы знаете, ведь мы же будем награждать за хорошие вот эти вот высказывания, ответы книгами, поэтому играть на пианино 15 красивых произведений, 9 грустных и 6 весёлых – это претендент номер один. Мне кажется, очень классно. Нанеллину книжку «Кому нужна математика» и мою книгу «Магия общения». Сдать тест, чтобы продолжить карьеру в Америке. Хочу стать крутым специалистом по эстетическому интеллекту, любви к себе, принимать людей такими, какие они есть. А тут очень интересно. Самоконтроль, испанскому языку, интересные и грамотные манеры общения. И научиться быть дочерью есть, между прочим. Да. Как ты понимаешь научиться быть дочерью? Я даже не знаю, как это подразумевает. Наверное, это очень сильно зависит от ситуации. Но, мне кажется, и, может быть, от возраста человека, от того, в какой фазе они находятся. Но для меня очень интересно, как вот этот переход от того, как переход от того, что родители заботятся о тебе, к тому моменту, когда ты начинаешь думать и заботиться о родителе. Мои родители такие мощные, что для меня, я не знаю, насколько полноценно случился этот переход. Но я, например, замечаю, что, хотя я тоже стараюсь быть заботливой мамой, но я замечаю момент, когда дочери начинают тоже как-то учитывать мои интересы, делать что-то для меня, организовывать что-то для меня. И это, конечно, большое счастье. И, наверное, вот это и есть учиться быть дочерью во взрослом возрасте. Вот я очень часто слышу, что люди хотят научиться любви к себе. Это правильные слова? Как ты считаешь? Это не означает, что человек становится таким вот суперэгоистом, ему на всё и на всех уже наплевать. Вот это любви к себе очень часто слышу. Как ты к этому относишься? Это очень какая-то распространённая такая формулировка, пришедшая, видимо, с Запада. Да, от вас, от вас. Да, по сути, но она не только Запада. Вот если поговорить с нашим братом Петей, с твоим младшим, который изучает как раз йогу, то оттуда тоже приходит вот это, вот эта медитация и уход в себя. То есть это как бы со всех сторон приходит. И мне кажется, что любовь к себе – это какая-то не очень советская прекрасная формулировка, но главное, что в неё вкладывают. И мне кажется, что смысл уметь заботиться о себе и уметь быть сильным… Я воспринимаю это как-то вот уметь как-то быть сильным изнутри, наверное. Мне кажется, что… Ужать себя. Да, да. Чувствовать достоинство. Как-то, может быть, это можно проатерпетировать как-то исходить из себя как бы во всём, что ты делаешь, и думаешь, и быть настоящим. Вот это тоже было в одном из ответов. И вот мне кажется, что вот этот смысл вкладывается в эту формулировку. И это, наверное, и правильно. Потому что ещё знаете, как нам говорят, любят на всяких тренингах, говорят, если вы не можете о себе позаботиться, то как вы можете заботиться о других? И этот, уже завязший в метафору, завязший в зубах метафора, что в самолёте они говорят, сначала наденьте маску на себя, потом на ребёнка. И вот эти вот все коучи говорят, вот и в жизни надо так, сначала маску на себя, сначала маску на себя. Но в этом есть своя правда, даже если это звучит не очень красиво, но правда, это же не случайно эти правила безопасности придуманы. Ну вот я услышала недавно, то есть прямо вчера, одна девушка близкая мне, моя сотрудница, сказала, что она-то хочет научиться любить других. Да, это тоже здесь есть, научиться принимать людей, какие они есть. А нету здесь противоречия? Никакого совершенно. Любить себя и любить других. Ведь любовь же, её же неограниченное количество. Любовь же – это не пирог. Что вот разрезали, вот киевский торт завтрашний будет, всё, всё съедят. Как ты мечтаешь. Да, вот если бы была любовь как киевский торт, то киевских тортов становилось бы больше и больше с каждым гладком. Если человек по-настоящему принял себя и расслабился, у него освободилось место для настоящей любви к другим. Любви чем больше, тем её больше становится. И если любовь к себе не такая вот эгоистичная, как у малышей, всё типа мне-мне-мне-мне-мне, а у взрослых людей любовь к себе – это же более сложный какой-то акт, который как раз заключается в том, чтобы найти мир с собой. На самом деле, наверное, вот это самое правильное. Мир с собой. Если у тебя есть мир с собой и хорошее отношение и уважение к себе, то тебе легче любить других людей, наоборот. Когда ты просыпаешься в ощущении, что жизнь твоя удалась, что ты знаешь, что ты будешь делать, и будет там и грустное, и трудное, и удачное, и неудачное, но это твоя жизнь, она тебе нравится. Вот это вот моё чувство. Да, просыпаешься в настроении. У меня всё хорошо, как у меня всё прекрасно, какая хорошая, и чего бы хорошего мне, для кого бы мне сделать. Вот, мне кажется… У тебя так бывает? Да, конечно. Конечно. Я обычно уже знаю, чего я хочу сделать, но вообще, конечно, да. Хорошо. Но это же особо всё-таки 2022 год, потому что вот мы пережили уже два года вот разлуки с этими ковидами, самоизоляциями. Нас, конечно, многому научила самоизоляция. Мне самоизоляция, так не страшно сказать, подарила новый бизнес интересный, онлайн-школу такую крутую, которая только развивается. То есть во всём минусе всегда есть плюсы, как говорят, в любом кризисе ищи возможности. Но при этом я не видела детей, и при этом, конечно, было страшно. И переходить только на онлайн-обучение взрослых людей тоже оказалось сложно. И 2022 год сейчас тоже идёт к нам в полной неизвестности и нового вируса. И чему мы должны учить себя, то есть учиться, и учить других, так как нам с тобой приходится это делать, это наша профессия, мы учителя, чтобы как-то вот с этим справиться тоже, с таким глубоким, тяжёлым, непрерывным стрессом. Да, на самом деле стресс очень часто объясняется неизвестностью. Люди как-то любят какую-то стабильность и какие-то перспективы понятные, а неизвестность вот эта, она вызывает стресс. Но мне кажется, что очень важные качества, которые… Я вот в себе тоже как-то стараюсь разобрать. Был вопрос, кстати, какие качества вы стараетесь развивать всё время в себе. Вот это вот одно из них. Понимаете, мир, он всё время меняется. И он меняется до неузнаваемости, и он менялся всегда. То есть когда, например, говорят, ну как же, это же не в наших традициях. Ну хорошо, насколько далеко вы хотите традиции. Ну сто лет назад, скажем, женщинам нельзя было голосовать в большом количестве. Ну может не сто, 110 лет назад в большинстве стран мира. А 150 лет назад люди были рабовладельцами. Ну тоже 160, 170, но тоже довольно недавно. То есть что такое эти традиции? И традиции всё время меняются. Мы говорим, это наша традиция, а на самом деле мы её меняем каждый год. И вот умение принять перемены вот эти, и понять, что всё меняется, и даже вот новые поколения, что они совсем другие, что это хорошо. Вот это бывает с возрастом, может быть, всё сложнее и сложнее, но всё-таки в какой-то момент можно себе сказать, ну хорошо, мне вот это вот совсем не нравится, вот это новое поветрие, ну совсем не моё. Но мне уже тоже почти 50 лет. Ну наверное, наверное, я, наверное, тоже не тот человек, который должен определять новые поветрия. Наверное, они и новые, потому что это не совсем моё. Так, и всё-таки. Я считаю, что то, что произошло сейчас с планетой, всё-таки это особый случай. Такая чума во все ваши дома. И сейчас происходят, ну вот такие цифры, я знаю, сколько людей ушли со своей работы на самозанятые сферы услуг, куда угодно, и на работу возвращаться не собираются. Люди почувствовали счастье вот от этой свободы, от жизни дома. И большие корпорации сейчас нельзя найти сотрудников. Это уже, причём это во всём мире. Вчера читала исследование на эту тему. То есть точно меняется. И вот этот самый дом наш новый, в который мы столько вложили и труда, и денег, и усердия, чем связано? Мы в квартире уже оба не могли работать с мужем. Нам было очень удобно. У нас была одна рабочая комната, и мы не могли оба сидеть. У меня также дочь переехала, тоже не могла больше быть в этой квартире. То есть нам нужен вот сейчас есть рабочий кабинет для меня, вот эта студия, это счастье, потому что мы никому не мешаем. И Вова может работать в своём кабинете. То есть это рабочая зона. Это означает, я считаю, вот я думала, чему я должна учить людей. Вы знаете, всё-таки очень многие страдают от общения через Zoom и не достигают, абсолютно не достигают того эффекта, который есть в общении онлайн. Мне кажется, мы должны учиться, по-настоящему учиться вот такому какому-то исповедальному, настоящему, человеческому, доверительному общению через интернет. Потому что этого много, и это будет всё больше. Мы должны учить детей учиться через интернет. Самая большая проблема, вот, например, со студентами, мне рассказывала девушка, которая преподает в вышке. Хороший институт. Но она сказала, что все её студенты либо едут в такси, либо в трамваи, никто не включает никакое видео, все слушают через наушники, никто не участвует ни в каком чате. И как так учить? Она ведёт трёхчасовое занятие, она смотрит, только видит своё лицо, не видит никого из студентов. Это большая тоже у меня была проблема, что я не вижу студентов. Но вообще, конечно, если ты уж эту тему затронула, что случится там с образованием и преподаванием, то, конечно, нам надо всё перестраивать. И этот вирус на самом деле только очень сильно усилил процесс, но на самом деле работа в этом направлении уже шла. И уже дети приходили нам и без вируса подсаженные, ну, не подсаженные, но выросшие с интернетом. Мне не нравится слово «подсаженный», потому что у него негативная коннотейшн есть. Но на самом деле эти дети учатся совсем по-другому. Они уже умеют учиться на этих видео, они умеют сами искать информацию. У них совсем другие навыки, у них совсем другой запрос. И в какой-то степени вирус очень сильно нас подстегнул к тому, чтобы ответить на этот запрос. То есть у нас очень интересно. У нас были анкеты среди студентов. И студенты, конечно, многие. И в депрессии, и в изоляции им очень тяжело. Они же молодые. Но почему они скучают? Они скучают по вечеринкам, скучают по совместным занятиям, скучают по общению. Но когда их спрашивают, а как вам онлайн-образование, они все позитивные. Они все говорят, ну, нам что онлайн, что оффлайн, ну, не хотят они со мной с теткой общаться. Я могу с ними общаться и через интернет. Их это совершенно устраивает. А если еще не надо и видео включать, если можно еще проснуться, налить себе кофе в пижаме, посмотреть эту лекцию. Я, кстати, не делаю лекции через интернет. Вот это еще одна такая вещь. То это вообще идеально. А по нам, по преподавателям, они не скучают в основном. Они друг по другу скучают. И по возможности побыть вместе, поболтать, выпить пиво и так далее. Вот. А что не включают студенты камеры? Ну, это у меня, конечно, онлайн-образование, это вообще совершенно отдельная тема. Я у вас был как шахерезада. Да, все-все. Давай не надо долго. Мы обещали закончить в 20.45. Напоминаю, это Нелли Литвак, профессора математики, моя дочь старшая. И, кстати, я сделала Нелли новогодний подарок. Я подарила ей что? Я подарила ей кольцо. Да, от бабушки. От моей бабушки. Это обручальное кольцо с бриллиантом. И бабушка отнесла все свои драгоценности во время войны. Это единственное колечко, которое она не отдала. Вот это вот, не знаю, видно, там сверкает немножко. Я носила его с большим удовольствием и долго, но теперь вот передаю старшей дочери под Новый год с таким большим чувством, что вот это вот все продолжается, все продолжается, и дети продолжают нас. Итак, я буду учить общению, да, вот я чувствую, меня поддерживают, доверительному, уважительному общению через онлайн, раз уж опять, опять омикрон, и опять, видимо, будем сидеть дома. И еще, знаете, чему надо учиться? Надо учиться сидеть дома с собственными детьми, мужем, собаками и кошками. У вас как получается-то там в Голландии? Есть проблемы? Разводы есть? Я не знаю этой статистики, я не смогу ответить на этот вопрос. А вы как там выживали? Мы выживали, у нас есть комнатки, но небольшие там, и там у меня была гостевая комната, я ее под офис переоборудовала, такая маленькая совсем, а муж в комнате, в которой раньше старшая дочь жила, она же сейчас давно живет отдельно, и комната, в общем, тоже была свободна, и муж вот там. Но не в этом дело, все равно это кормление, это общение, это все время все в доме. Да, да, но у нас случилось так, когда началась корона, то нам нужно было за неделю перейти полностью на онлайн-преподавание. Мы друг друга и не видели, мы там как бобики сидели за этими компьютерами, потом у нас очень много всяких встреч, и они часто не пересекаются, то есть мы даже ланч вместе не едим. А дочь сначала была рада, она приходит, папа с мамой дома, как прекрасно, а потом мы ей так надоели, что она уже не знала, куда от нас деться, и уже мечтала, и когда мы сказали, что мы хотим куда-то уехать, она сказала, что она готова ночевать одна, две ночи, три ночи, лишь бы она была немножко одна, потому что она не привыкла, мы всегда были в офисе, а она приходила домой, у неё было как бы своё пространство, а тут мы всё время здесь, куда ни сунешь нос, и мы внизу что-то едим, и вверху что-то разговариваем, и, в общем, никуда от нас не деться, и она уже устала тоже от этого. Очень смешно, когда мы выбирали дом с моим мужем, мы всего-то вдвоём, но не так уж часто приезжают дети, к сожалению, никто тут с нами не живёт, но мы всё равно интуитивно искали вот эти дорожки, где мы будем вместе и где мы точно будем отдельно, не будем мешать друг другу, потому что это была действительно большая такая проблема. Но я думаю, что не только это, ведь не случайно так много в ответах ничего нет про корону, в ответах каждый пишет про свои собственные какие-то желания, мечты, самоконтроль, испанскому языку, интересной и грамотной манере общения, быть более внимательной к близким, играть на гитаре и пианино, благодарить, принимать помощь, доверять людям. Вот, Нелли, сколько ты прошла тренингов по всякому личностному росту, со всякими психологами. Скажи мне, пожалуйста, это всё-таки благо или это всё-таки не благо? Потому что нас в России у нас всегда всё чуть позднее. Люди очень увлеклись коучами и бесконечными психологами. Сейчас психолог самая такая распространённая. И есть молодые ребята, которые говорят, я коуч, я заработала там, я не знаю, на дом на Рублёвке, я смотрю, у него какой он коуч, смотрю его образование, образования нет. И никак я не могу понять, чему и как эти люди могут других людей там научить и подвинуть. И такое увлечение самоконтролем и самокопанием не приводит ли оно к тому, что у человека совсем ступор получается полный. Он уже не знает, где он настоящий, где он ненастоящий, жить так, как раньше он не хочет, как жить надо, он не знает. Мне кажется, что я не могу сказать, это хорошо или это плохо. Это заведомо тенденция. Это 100% сейчас тенденция. И вопрос, откуда она взялась. И вот мне кажется, что она взялась, да, то есть на самом деле этот коучинг, мне кажется, имеет смысл, когда есть запрос. Я тоже всегда шла на эти курсы, когда у меня есть какой-то запрос, когда у меня есть какой-то вопрос, который я никак не могу для себя решить. Ну, грубо говоря, например, хочу я работать, вкалывать слишком много, но зато там чего-то достичь, или я хочу спокойно наслаждаться жизнью и зато достичь меньше. Ну, так вот типичный вопрос баланс. Карьер. Или, например, какая-то часть моей работы меня очень стрессует, и я не знаю, как она никуда не денется, я не знаю, куда деться от этого стресса. Или там у меня не складываются отношения с начальниками или сотрудниками, что-то такое. Или, например, я не умею давать обратную связь. Людям всё время очень обидно, если я там даю обратную связь. У меня был такой момент. Вот один из моих моментов личностного роста был, когда я выступала перед молодыми учёными про то, как там писать гранты, строить карьеру, и мне после этого модератор сказал, в следующий раз мы кого-нибудь другого позовём. Оказалось, что я их вместо того, чтобы вдохновить, их очень напугала. И тогда я позвонила мальчику, у которого я знала, что я тоже его напугала один раз. Но я подумала, ну, это единичный случай. Когда я услышала второй раз, я ему позвонила и сказала, ну-ка, давай разбираться, чем я тебя напугала. Потому что я это слышу опять. И он мне сказал... Ну, он сначала очень удивился, что я позвонила. Он был очень рад. Он никакой не коуч. Он просто был вот пострадавший. И он очень удивился. Он сказал, слушай, это вообще круто, что ты мне позвонила и спрашиваешь. Но я, говорю, даже не могу сказать. Но я говорю, ну, хорошо, нет, давай разбираться. И мы разобрались. Пару вещей. И я научилась это не делать. Где надо остановиться? Где надо всё-таки доверить, чуть-чуть её интуиции. Так вот, этот коучинг, он приходит из запроса. А почему вдруг столько запросов, можно спросить? А запросов так много, потому что, в принципе, жизнь стала, на самом деле, хорошей. И возможностей очень много. Работать на корпорат или начать собственный бизнес. Я хочу быть девочкой или мальчиком. Ну, на самом деле, когда перестали людей отправлять прямой дорогой к счастью, типа, огороженной колючей проволокой, и впереди тебя две тысячи дорог, то непонятно, как себя найти, какие повороты делать. И когда мы перестали, то есть раньше было как? Людей направляли не туда, куда им надо, жёсткой рукой. Они были от этого несчастны, но зато не о чем было думать. Если жёсткой руки нет и тебя никуда не направляют, то тебя не делают несчастным. Но у тебя полная свобода сделать несчастным самого себя, потому что ты сам не очень понимаешь, куда идти. И оттуда берётся этот вопрос. Кем я хочу быть? Этот вопрос не вставал раньше, а сейчас встаёт очень часто. И отсюда этот бизнес, мне кажется. Мне кажется, нельзя доверять полностью людям и разбираться в себе. Мне кажется, надо всех послушать и довериться себе. Это первое. То есть очень хороший коуч так и делает. Ну да, где нельзя таких хороших коучей? Это другой вопрос. Качество коучинга – это другой вопрос. Но запрос на коучинг... Ну, мошенников-то у вас нет. У нас ещё и мошенников полно нет. Ну, нужен клик хороший. У нас тоже есть всякие, но обычно они нормальные, но нужно найти по своему вопросу и нужно, чтобы клик был хороший. Меня пугает. Пугает особенно молодых женщин, моих учениц, которые приходят ко мне блестяк глазами. Это прям как наркотик. Я закончила 10 тренингов за этот год, на следующий год я возьму ещё 20 тренингов. И имеется в виду, что мой тренинг среди там других тренингов. И вот начинается разговор-разговор уже со мной, уже не только о том, как выступать и как общаться, а зачем, тренинги и как. И я понимаю, что это просто уже подсело. Может быть. Подсело на разговоры о себе, с людьми, за деньги. Да, да. Слушает всех, каждый раз что-то пытается применять. И, в общем, на самом деле в растерянности, на самом деле в растерянности, потому что... А до этого было как-то всё... Ну, гляделось, по крайней мере, всё достаточно хорошо. Меня это немножко пугает. Перебор всегда страшно. Я согласна. Да, и на рынке столько предложений, тех же самых онлайн-школ. Давайте я ещё прочитаю ответы на вопрос, чему хочет человек научиться. Люди хотят научиться благодарить, принимать помощь, доверять. Радикальному прощению. Ты хочешь научиться радикальному прощению? Мне кажется, я боюсь сказать, но мне кажется, я уже научилась. Мне кажется, я умею. Мне кажется, оно иначе не прощение. Слушайте, что значит нерадикальное? Простить, значит, простить. Да. Мне очень понравилось высказывание одного великого человека. Если ты уже совсем не сердишься, значит, ты просто разлюбил. Понимаешь? Да, если ещё цезарь, ты злишься, значит, ты неправ. Да. Быть бережнее к себе и близким. Ну, это нам всем полезно. Хочу научиться общаться с внучкой, общению, общению, общению. Заботиться о себе больше, чем о семье. Вот. Это правильно? Почему больше, чем о семье? Я не знаю, как заботу можно измерить. Понимаешь, я математик. Вот когда в рекламе говорят, этот шампунь блеск волос увеличит на 10%, у меня вопрос, в каких единицах измеряется блеск волос. Точно так же и забота. Как вы хотите её измерить, чтобы вы поняли, что одна величина больше другой? Меня это совершенно никак не несет. Потому что я понимаю, вот блестят волосы, а тут они будут на 10% блестеть больше. Ну, на взгляд. Полный, полный. Мы с тобой на все 100% сегодня блестим. Да, мы специально, кстати. Я думаю, это заметно. И у нас там гирлянды есть ещё. Я надеюсь, что наше новогоднее настроение, но не новогодние разговоры. Мы всё-таки должны новогодними разговорами закончить, я думаю. Не так научиться слушать и слышать себя. Ну, очень хорошая, мне кажется, история. Итак, 15 музык мы берём, да? И ещё что берём? А, ещё есть вопросы. Вот мы из этого выберем. Один у нас кандидат есть для книг? 15 произведений, которые хочется выучить. 9 грустных и 6 весёлых. А вот теперь, пожалуйста, вопросы. И я очень прошу, Нелли, как я прошу своих учеников, ответить за минуту. Будет твоя версия и моя версия. Хорошо. Как научиться отпускать взрослых детей, жить своей жизнью, не думая о внуках? Мне кажется, что нужна своя жизнь, во-первых. То есть нужно, если её нет, если действительно дети настолько, настолько большая страсть. Бывают такие мамы, вот такие талантливые мамы, у которых вот дети, это просто вот их самореализация, и это делают блестяще. А потом дети вырастают. Но тогда такой вот маме, которая сумела так реализоваться с детьми, наверняка может реализоваться в куче разных вещей. Нужна своя жизнь. Если есть своя серьёзная, интересная жизнь, конечно, дети, конечно, их любишь. Но их будет проще. Как научиться отпускать? Как научиться отпускать? Вот мне очень понравилось в этой книжке «Французские дети не плюют с едой». Там такой есть совет, что нужно быть настроенной на детей. И вот когда вы настроены на ребёнка, и вы видите, как он растёт и развивается, в какой-то момент он готов, то вы не можете не почувствовать, что тогда как его не отпустить? Это тогда уже какой-то... Представьте себе птенца, которая остаётся в гнезде, и вы ему подрезаете крылья, чтобы он никогда не мог из него вылететь. Вот, в принципе, примерно так. Я думаю, что научиться отпускать легко, потому что это надо сделать ровно с того момента, как вы их рожаете, детей. Надо воспринимать ребёнка как отдельную от вас личность и с удовольствием смотреть, что же у него в этой жизни получится. Задача родителей – развивать. Развивать способности, предоставлять возможности, как говорила моя мама, да, и, конечно, заботиться о здоровье. Но при этом они отдельные от нас личности, и поэтому мы не можем... Нам не надо учиться отпускать. Мы должны с самого начала понимать, что дети – это не наша собственность, это такие же личности, как мы. И жизнь их, может быть, совершенно не такая, какую мы бы для них хотели. Кстати, у Харари очень интересна эта тема мысль. Он сказал, что вся медицина занята на самом деле бессмертием, что мы живём всё дольше и дольше и дольше. А теперь представьте себе, что мы будем жить до 150 лет. И тогда вот эта часть нашей жизни, когда мы родили и вырастили детей, это очень маленькая часть жизни. И, в принципе, интересный вопрос. Кто нам эти люди, когда мы здоровенькие, 120-летние, весёлые дамы? А это было всё 100 лет назад. Мне же, впрочем, мне самой кажется, вот мне 70 будет в мае, мне кажется, что это очень маленькая часть моей жизни. Она самая главная для меня и самая счастливая, несмотря на то, что сейчас всё хорошо. Но вы так давно ушли из дома. Конечно. Нелли 18, Катя 18, Петя 20. Да. И всё. И мы остались с Вовой. И дети только приезжали, или мы ездили к ним. Где вы будете встречать Новый год? А вот здесь. Да. С родителями. В нашем новом доме. И с друзьями. Да, с нашими друзьями. К нам приехали друзья из Питера, мои одноклассники, наши близкие друзья. И придут друзья здесь, мои нижегородские. Наталья Панкова, любимая наша художница. Здесь везде её картины в нашем новом доме. Завтра тоже придёт к нам. И с киевским тортом. Да. Мама пригласила правильных друзей, которые умеют печь киевский. Да. Для тебя, Кис. Я для тебя его спрячу и закажу другой для всех. Буду тебя баловать. Не так часто удаётся. Нужно ли учить взрослых детей и взрослые дети? Это когда? Когда дети становятся взрослыми? Нет такой границы. Мне кажется, когда человек может самостоятельно управлять своей жизнью, тогда он взрослый. Пиоли сейчас 16 лет взрослая? Не совсем ещё. Нет. Пока нет. Но уже близка. То есть я уже чувствую, что другая фаза, что вот это уже подходит, что уже она во многих вещах уже совершенно самостоятельна. Например, она полностью самостоятельно отвечает за свою учёбу. Это для меня уже такой серьёзный признак. Но мы с Катей отвечали за свою учёбу с 7 лет. В этом смысле мы с 7 лет были взрослые. Но во многих других не были. Да. То есть это всё... У жизни же много разных сторон. Мы вчера спросили Пиоли, какое у неё самое главное событие года. И она сказала две вещи. Первое она сказала, моя 16-летняя, наша индийская внучка замечательная. Первое она сказала, что все подруги, которые ей дороги, и с которыми она любит дружить, с ней, они все при ней, они все вокруг неё. Она не потеряла ни одного подруги. Это было первое. И второе она сказала, что учёба, которая всегда была трудна и отнимала столько времени и усилий, стала легче. И она надеется, что уже опять труднее, она не будет. Вот это было... Ну, такое чудесное было признание, очень яркое. У нас есть человек, который непрерывно спрашивает один и тот же вопрос. Давай на него ответим. Давай. Спрашивает вопрос плохие слова. Задает вопрос. Да. Я слушаю уже сама себя. Почему же все дети за границей? Что, родина там, где тепло и сытно? Или мы чего-то не понимаем в вашей жизни? Почему вы все за границей? Начиная с тебя, кстати. Ты первая начала. Ну, во-первых, мне кажется, что в этом вопросе очень много коннотаций. И вот, например, как там лучше там, где тепло и сытно? Это как бы предполагает, что за границей тепло и сытно, а в России типа сплошная борьба и преодоление. Но на самом деле может быть совершенно наоборот. У меня куча однокурсников, одноклассников, которые вполне тепло и сытно живут в России рядом с близкими людьми, рядом с родными, близкими, друзьями, разговаривают о работе на родном языке и всякие прочие радости. И при этом за рубежом очень много преодоления. Я туда приехала мамой-одиночкой, там невозможно было найти няню. Разговариваешь, не знаешь там, нет никаких старых друзей и прочее. И, скажем, я преподавала и в российских вузах, и преподаю в Нидерландах, и я, например, вижу, что требования к качеству преподавания в Нидерландах выше, основываясь на моем опыте. Я не видела всех российских вузов, но то, что я видела, это правда. При этом, да, конечно, чтобы заниматься наукой, вот я научный работник, конечно, на Западе более комфортная зарплата, на которую можно спокойно купить дом с ипотекой, съездить в отпуск. Хорошие условия, можно поехать на конференции. У меня мгновенный доступ ко всем самым передовым результатам. И, в принципе, конечно, эту работу выполнять проще, комфортнее, во многом, наверное, даже интереснее, хотя в России тоже, конечно, может быть очень интересно этим заниматься. И комфортнее по уровню жизни это тоже немаловажно. Конечно, тепло и сытно тоже должно быть, но я думаю, что и в России было бы тепло и сытно, но я не уверена, что это было бы на той же работе. Знаете, у каждого из моих трёх детей свой путь, как они оказались там. Петя вообще вернулся из Америки и жил здесь 10 лет. А потом уже его жена сказала, что она хочет туда. Наша российская девушка хотела больше жить. И там, в Америке. И вот они рискнули и снова отправились туда искать там его судьбу, его профессию, хотя у него всё было просто идеально и хорошо. Я никак не думала, что они уедут. А у Кати такой контракт, такое предложение, от которого они отказываются. Она сейчас там в топ бизнес-леди, наверное, мира входит. И она российская гражданка, у неё контракт на 5 лет. То есть мы ещё не знаем, что там будет. Но вот в нашей семье получилось, что все трое уехали в разное время и по разному поводу. Абсолютно по разным причинам. По разным причинам. И я-то что считаю? Никто их не выталкивал никак. И, конечно, мы очень грустим и скучаем, как они грустят и скучают. Но это их жизнь. И здорово, что мир открыт, и что каждый человек воплощает свои какие-то возможности. И, конечно, 90-е сказались на тебе, когда… Да, конечно, нам выплачивали зарплату. Я же уехала в конце 90-х, когда наука вся совершенно разваливалась, когда платили зарплату, ну, не знаю, по сегодняшнему эквиваленту 30 евро у меня была, её платили с задержкой в 3-4 месяца. И ты уже была кандидатной наукой. Я очень самостоятельный человек. Мне очень хочется, мне очень нравится, когда я в состоянии сама как бы себя поддерживать, обеспечивать. Это не было возможно. И, конечно, можно было попробовать что-то сделать с этим, но одно из того, что можно было попробовать, это уехать за рубеж. И очень многие из этого поколения молодых учёных уехали. Нас же очень много за рубежом именно вот этого возраста. Потом вас пытались вернуть через национальные гранты. Кого-то вернули, да. Но я уже замужем за индусом. Индусом. А потом в Академии вообще очень принято жить в разных странах. Это такая работа, при которой это совершенно неудивительно на самом деле. Я не знаю, где тепло и сытно. Я только знаю, что все мои дети живут благодаря своим собственным талантам и своему огромному труду. Вот и всё. И тогда уже, если человек зарабатывает, то он уже зарабатывает. Если он работает, то он и зарабатывает. То есть никто ничего никому не помогал. И, конечно, для нас это грустно, потому что мне трудно себе представить, что я пойду за границу. У меня главный мой талант, что ли, это говорить на русском языке и учить людей говорить на русском языке. Поэтому как я могу уехать? Но всё равно, наверное, когда-нибудь уедем, когда станем старыми и больными. Как научиться молчать в ситуациях, когда лучше промолчать? Ты умеешь? О, это вот у меня был один из пунктов. Я прямо не могу смолчать. У меня КВНовское прошлое. Там за быстрый смешной ответ дают много очков. И я поняла, что на работе не дают. Очков. Очков. Не сразу поняла. За быстрый весёлый ответ. Вот. Да. Сложно смолчать. Мне кажется, очень важно знать, в какой ситуации вот такой вот неудачный ляп может произойти, вот эту ситуацию как-то узнавать и понимать, что вот это вот моё слабое место, вот здесь вот я могу ляпнуть и как-то следить за этими ситуациями. Но честно говоря, когда я работаю с людьми долго, когда мы начинаем долго с сотрудничества, то я просто предупреждаю. Я говорю, знаете, я очень-очень стараюсь. Но я могу не смолчать там, где надо было смолчать. И вы уж меня просто простите заранее. Давайте договоримся, что если это произойдёт, просто мне честно скажите. И я извинюсь, и мы разберёмся. Я постараюсь больше так не делать. Просто вот так. А вы знаете, а у меня это чисто профессиональная привычка. Меня учили. Меня учили в хорошей редакции, молодёжной редакции Горьковского телевидения, потому что я же разговорчивая, я болтушка. И когда ко мне в эфир приходили люди, я всё рассказывала за них. Просто всё. Человек брал паузу, чтобы ответить на вопросы, а я быстренько отвечала. Меня чуть вообще не выгнали за такие интервью, и я научилась слушать. Человек, который научается слушать, то есть не боится паузы, вот вам рассказывают что-то, и зависла пауза. Надо спокойно переждать эту паузу, вам что-то ещё обязательно скажут. Вот этот человек умеет слушать. Человек, который пытается в первую же паузу рассказать что-то о себе или как-то среагировать, этот человек не умеет слушать. А ещё я прочитала в какой-то книге прекрасную цитату. Да? Мы ничему не можем научиться, когда говорим сами. О, какая хорошая. И мне это так понравилось. И, кстати, мне это очень помогает. Вот я запомнила эту одну фразу, и я тоже склонна к тому, чтобы всё время говорить. И вот когда происходит разговор, я себе, стоп, ты ничему не научишься, если будешь продолжать говорить. Послушай, послушай, дай людям время, дай людям возможность сказать. И практически не бывает человека, от которого я не услышала бы ничего, совсем ничего интересного. Вот, Галилео сказал. Да. Нет ни одного человека, у которого нечем было бы поучиться. Как вырастить хороших людей, Нелли? Любить детей надо. И обеспечить им безопасную обстановку дома. А безопасная обстановка – это когда не ждёшь, что тебя пинут вдруг из-за угла. Когда можно как-то быть собой и понимать, что вот можно как-то быть ляпнуть, можно быть каким-то несовершенным, что тебя за это не сразу не начнут шпинять. И мне кажется, что вот когда человек дома… Хорошо. Хорошо. И когда в него верят родители, и когда семья – это тыл. Тыл – это семья, в которую можно прийти и рассказать про свой плохой поступок. И тебе в ответ скажут, все мы делаем плохие поступки, а теперь давай поговорим и подумаем, какие выводы мы с этого можем сделать. А при этом не означает, что надо поощрять плохие поступки. Просто вот как-то… Вот наша вот баба умела это делать. Вот она умела принять и при этом поставить на место. Вот как вот она так умела? Это не всегда. Ну, у меня иногда тоже получается, наверное, но это сложный. Это сложный баланс. Она настоящая сложная педагогика, да. Да. Но она говорила, первая реакция, когда человек тебе доверяет, она обязательно должна быть по шёрстке. Обязательно. Тебе человек доверился, рассказал что-то. Ну, пришла к ней ученица, сказала, что она уходит отцу, прекрасного мужа, двое детей, дети его обожают. Но вот влюбилась и не хочет жить какой-то в доме о жизнями. И мама сказала, ну что же, Оля, любовь – это очень хорошо. И когда влюбилась, что ты не хочешь так вот изменять, это, наверное, очень хорошо, сказала мама, и я видела её глаза. Они оба были одноклассники, оба были её ученики, и муж, и жена. И она говорила, скажи, а тебе не приходит в голову мысль, что твой муж не сделал ничего вообще плохого за эти 10 лет? Ничего плохого. Вот ты выходил замуж за этого человека. Этот человек оказался ровно таким, как ты из него выходил, даже ещё лучше. Даже ещё лучше, потому что прекрасным отцом. И вот ещё было несколько таких вопросов, и она сказала, я ушла думать, она сказала. Потом всё равно ушла, а потом всю жизнь об этом жалела. Дочь в вечных обидах, ревности, как быть? Надоела оправдываться. Дочь в вечных обидах, ревности. Доела оправдываться. Оправдываться вообще, мне кажется, оправдываться, вот у меня тоже есть эта склонность, оправдываться, я же потому что вот это, потому что вот это, вот как-то это совсем-совсем не действует. Вообще, слушайте, я учёный, и очень действую из разума, Но, к сожалению, куча научных исследований показывает, что разумом ничем никого не убедишь. Это очень грустно. Но это просто правда. Поэтому, на самом деле, дело не… Оправдание – это какой-то разумный аргумент, почему ты так сделал. Ну, так, по крайней мере, я это воспринимаю. А от человека запрос эмоциональный. Это обида, это эмоционально. И мне кажется, что, может быть, даже ей оправдания не нужны, а, может быть, ей нужно, чтобы один раз её обняли, сказали, я тебя очень люблю и типа… Да, я ничего не могу поделать с твоими обидами, просто я тебя очень люблю. И пойдём-ка попьём кофе наш любимый или пойдём в магазин чего-нибудь купим. Ну, можно и поговорить по душам, мне кажется. Да, да. Оправдываться. И вообще надо предложить забыть, перевернуть страницу. Прочитайте мою книгу «Вы и ваша мама». Там много об этом. А чему нужно учиться постоянно? Или чему вы учитесь всегда, стремясь к совершенству? А давай за этот вопрос тоже, а? А чему нужно учиться постоянно? Да, отличный вопрос. Отличный вопрос. Всё, тоже книги вот за этот вопрос. А чему я учусь? Постоянно. Постоянно. Да. Стремясь к совершенству. Ну, во-первых, совершенства нет. Это всё, уже не достигну. Я учусь постоянно нескольким вещам. Я учусь постоянно математике. Потому что это моя специальность, и там всё время что-то новое. Я учусь постоянно преподавать математику. Потому что, опять же, как мы учим, это вообще тоже отдельная тема. Вот. Как мы учим, это… Мы знаем сейчас очень много, как человек учится, но пока мы ещё не очень это всё внедрили в жизнь, чтобы сделалось обучение эффективным. И вот это мне тоже очень интересно. А в плане личностном я, наверное, всё-таки постоянно учусь, наверное, всё-таки общению. Это у меня всегда был такой сложный момент с детства. И постепенно, как-то вот постепенно я стараюсь очень, чтобы вот помолчать там, где нужно. И как-то вот… И вот вопрос был про принятие людей, и принять людей. И как-то вот этому, наверное, тоже. Смотри, какой хороший вопрос. Дети очень любят домашнюю маму. А мне хочется реализации. Трое детей. 17, 14 и 3 года. А кто вам сказал, что дети любят домашнюю маму? Дети очень любят, когда мама дома. И когда вы дома, то надо, конечно, принадлежать детям. Уже когда с ними, то с ними. Я всегда говорю, что главное в общении с детьми – это не количество времени, которое вы проводите, а качество времени. Помнишь, мы делали стенгазету детскую? Да. Я сочиняла стихи, частушки, устраивали домашние спектакли. При этом я очень много работала. Дети любят карьерную маму и гордятся ею. Кто сказал, что домашнюю только? Конечно, удобно, когда мама всё время дома. Дети любят маму, которая у них есть, потому что детей выбора мало. Дети любят маму. И у меня был такой случай прямо на эту тему. В Голландии все мамы работают на неполную ставку. Большинство, подавляющее. И у меня был как раз очередной тренинг, и мне нужно было взять интервью у дочери. И я дочь спросила, а хотела ли бы ты, старшая дочь, чтобы я работала на неполную ставку, как у всех твоих одноклассниц мамы. И она сказала, не, мне это совершенно не нужно, я прихожу домой, весь дом мой, и вообще что ты будешь делать, у меня типа свои дела. И эта тренерша моя была очень удивлена этим ответом, потому что у неё тоже была такая идея, что дети любят домашнюю маму. Но на самом деле мама работающая, она же и пример, она приносит там очень много каких-то других радостей. И дети на самом деле приспосабливаются, дети страшно гибкие, они приспосабливаются, начинают любить то, что у них есть. Мне кажется. Я последний вопрос тебе задам. Я не укладываюсь в минуту. Нет, не укладываешься. Ужасно. Ой, какие хорошие вопросы. А вот, а куда бы уже деть свою неуверенность во всём и всюду? Куда-то надо деть. Ой, какой хороший вопрос. Куда деть свою неуверенность? У тебя было такое? Вы знаете, есть на эту тему прямо техники. Я читала, это тоже в книжке, замечательная книжка, не знаю, переведена ли она на русский. Называется «Продавать человечно. To sell is human». Если вы по-английски читаете, прочитайте. Там была прекрасная вещь. Там была такая техника, что не надо говорить себе «я могу, я могу, я могу». Ну, например, там вы идёте на выступление, и не надо «я могу выступить, я могу». А надо себе задать вопрос «могу ли я выступить?» И ответ на этот вопрос может быть только положительным. Да, могу, но дальше нужно привести себя «почему?». Потому что я выступала уже много раз. Потому что меня пригласили, значит, они понимают, кого они хотят. Потому что я хорошо подготовился. Потому что я позанимался с Ниной Зверевой, самого лучшего тренера своего выступления. И так далее. И у вас на каждую вашу неуверенность найдётся куча аргументов, почему она необоснованная. Просто неуверенность – это эмоция. Она, опять же, не основана на реальных фактах. И вот эта техника предлагает встретить эмоцию реальными фактами о себе. Ну, не знаю, насколько помогут эти факты. Но вот мне, честно говоря, это помогает. Что когда я думаю, ой, там, я это там… Ну, любые мои сомнения, у меня их много очень бывает. Маленькая минута. Да. Что бы вы сделали, если бы ваш взрослый ребёнок на 100% решил сменить пол? Так как ты из Голландии, из Европы, я не могу не задать этот вопрос, который прислали нам. Ну, единственный способ тут просто полностью поддержать, на 100% поддержать. Если на 100% решил, надо на 100% поддержать. Разговоры уже бесполезные. А не надо? Зачем? Это совершенно не нужно. Понятно. Мне это всё, конечно, труднее слышать, как человек в совершенно другой школе, другого поколения. Ладно. Мне не нравится, что дети принимают это решение, наверное, вот честно. А смотря какого возраста ребёнок? Вот. Если ребёнок… Ребёнки маленькие не могут даже принять такого решения. А в Америке, пожалуйста, в 10 лет опрашивает психолог. Ты мальчик или девочка? В какой туалет ты хочешь там пойти? Мне кажется, это немножко рановато. Я даже обсуждала с Пиоликатурой 16. И она сказала, в 10 лет дети не в состоянии. И она сейчас, мне кажется, не участвует. Мне кажется, да. То есть мне кажется, что это нужно как-то в период полового совзревания, как-то в более взрослом возрасте это должно проявиться. Да. Но если проявилось, а ребёнок маленький не может решить сменить пол, потому что он же, ну, не знаю. Короче говоря… Кто спрашивает про тебя, какой ты области математики занимаешься, чем занимаешься мой муж? Теория вероятности, прикладной теории вероятности. Да, всё, это мы отвечаем быстро. И я совсем не хочу на смене пола заканчивать такую прекрасную нашу программу. Поэтому здесь ещё есть очень многие вопросы хорошие. А вот про взрослых детей нужно ли их учить? Ну, конечно. Взрослых детей нужно учить. Взрослые дети – это когда мы обсудили, когда взрослые дети. Мне кажется, взрослые дети прямо тоже с рождения. Разговаривать надо с ними по-взрослому, относиться к ним по-взрослому. И как бы я ответила на вопрос, чему я учусь постоянно? Вот пока она ли говорила, я думала, как бы я ответила на этот вопрос. Я учусь, постоянно учусь внимательно слушать и вникать. И я вам скажу, до чего же это интересно. Действительно людей неинтересных в мире нет. Ко мне приходят такие разные люди. Я действительно люблю всех. И это бывают упертые такие красавцы-топ-менеджеры. И это бывают растерянные девушки, которых там бросил муж. И это бывают совершенно провинциальные люди, которые сделали какой-то хороший бизнес, а теперь вот как-то потеряли себя. И это бывают миллиардеры из списка Forbes. У меня их много. И до чего же интересно вникать? И в особенности, как строит дома девелопер. И в особенности, как он с командой. Вникать и слушать. И я учусь новому. И я точно знаю, зачем мне это надо. Какая-то информация, которая вокруг меня всё время новая носится, обязательно помогает мне разговаривать с другими людьми, которые потом следом приходят. Она мне помогает не стареть. Она мне помогает интересоваться вот этой жизнью. Вот тем более все молодые. Вот я непрерывно учусь общению с молодыми. И совершенство моё совершенствование только в том, чтобы быть им интересным и полезным. Пока я интересна и полезна молодым, я не старею никак. Вот, собственно, ещё я очень хочу всё-таки побольше заняться какой-то там физкультурой, спортом, йогой. Потому что я мечтаю об этом просто. Мне всегда лень. Каждое утро говорю, что я сделаю это завтра. Хорошо, что есть тренер хотя бы раз в неделю. А так, конечно, тебе нет, тебе не лень. Тебе не бывает лень. Нет, мне не лень. А почему тебе не лень? Очень помогает регулярность. Потому что у меня вот эта вот йога, которая онлайн, просто каждую неделю в одно и то же время. И я её просто не пропускаю. Ну, это один раз в неделю. Ну, один раз в неделю, да. А там всякие у тебя ещё фиг на скорую бутылку. А, ну да, но это мне нужно. Ну, я просто как бы для себя решила, что я... Вот для себя решила. Я тоже для себя решила. Но всё равно там есть регулярность. Я вот знаю, что я хожу там вот в пятницу в полшестого. И я в пятницу в полшестого иду. Нужна регулярность. Регулярность очень помогает. Импульс на такие вещи не решишь. Особенно, когда хочется ещё поваляться и себя пожалеть. Надо привычку. И себя пожалеть. Привычка нужна, привычка, чтобы было на автомате. Друзья мои, чего я вам желаю в этот вечер? Вот сейчас особенно ценятся, конечно, такие моменты, как Новый год, когда всё-таки приезжают, приходят друзья. Вот у нас будет завтра целая компания. А так мы всё время, в принципе, в основном вдвоём. И чтобы у вас были дети, внуки, пускай даже по телефону, по Зуму. Хотя лучше вот чтобы так вот можно было. Вот так обнять и понюхать. Мне как-то одна мама сказала, у которой тоже уехали дети, что ужасно хочется обнять и понюхать. Это вот, ну, это только мамы все понимают. Вот мой ребёнок, мой рядом взрослый, мой ребёнок. Конечно, я желаю вам испытывать вот эти же чувства в этот Новый год. И нового всего желаю. Но нового такого, который несёт свет. Нет, не нового такого, который погружает нас в тьму. И пусть, чёрт возьми, этот вирус окажется слабее, чем все предыдущие. И пусть он никого не заберёт у нас. И пусть меньше будет страха. Вот то, что меня сейчас очень пугает в современной России, что приходит страх. И я настолько уже заражена какой-то свободой и счастьем от этого ощущения, свободой и независимости, что меня очень тревожит это, что появляется как-то вот много страха. У вас есть это? У меня нет этого. Но я не могу сказать о всех. У меня не страшно. Вот и пусть. И пусть вам будет не страшно, а хорошо, весело и прикольно жить, потому что жизнь – это чудо, это приключение, которое обязательно когда-то заканчивается. И поэтому терять время на какие-то обиды, на что-то противное нам не надо. Мы, конечно, немножечко затянули эфир. Да. Но это всё из-за меня. Давай, 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 сжелай что-нибудь. Смотри, нас смотрит почти 400 человек. Давайте я продолжу тогда мысль, которую мы начали. На самом деле, вы знаете, я как раз из тех людей, мне дать собрать, у которых было и есть очень много разных сомнений. И я вот могу сказать из большого своего опыта и из опыта всех этих тренингов и разных успехов и неудач, что эти все сомнения, они забирают у нас просто время и силы. Это просто правда. И у нас есть в Голландии такая прекрасная девчонка, которая начала, когда началась корона, она начала русскую пекарню. Вот это прекрасная, наверное, новогодняя история под конец такого эфира. Она начала русскую пекарню. Она просто, ей не было денег, она испекла каких-то пирожков и продала друзьям. Просто чтобы заработать чуть-чуть на еду. И ей вдруг пришли ещё заказы, ещё заказы, а потом заказ на шесть Наполеонов, и у неё куча приключений, но это неважно. Но в какой-то момент она написала, я решила, что переживать, это я себе не могу позволить. Это переживать, это для меня слишком дорого. Я лучше в это время пирогов напеку. Вот я вам советую, вот я вам не советую, потому что я сама это не очень умею, но я вам желаю. Вот быть вот какая-то девушка прекрасная, что вот переживать мне не слишком дорого. Я не могу себе этого позволить. Я лучше напеку пирогов. Завтра я напеку пирогов. Вот, давайте, я вам обещаю, что я вместе с вами буду выполнять это желание. Да, всё. Я запомнила, кстати. Как ты будешь говорить, что переживаешь, я буду говорить, помнишь, что ты обещала в прямом эфире Инстаграм. Всё, друзья мои, уходя, уходи. Тем более завтра такой день, и я думаю, что забот у вас у всех очень много. Кто-то печёт Наполеон. Наполеон печёт. Ну вот. А кто печёт киевский торт, знайте, что это самый любимый Неллин торт. А кто-то спросит про теорию Большого взрыва. Это мой любимый сериал. Так, и мой тоже. Всё, пока, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok